Муссен действительно сделал аудиозапись встречи с Владимиром Путиным в 2002 году. Об этом заявил датский режиссер-документалист Кристофер Гулбрансен. Он сообщил, что лично закрепил микрофон на одежде тогда еще премьер-министра Дании. Аудиозапись стала частью фильма «Фок за кулисами». В нем, кстати, есть добытые таким же способом слова других мировых лидеров. О том, как зарождалась привычка подслушивать. Екатерина Зорина. Скандал, которого не ждали. На прямой линии президент России из берлинской студии вопрос. Про отношения между Россией, Европой и Америкой. Как их строить доверительно в современном мире. Владимир Путин на вопрос о доверии ответил. Привел личный пример. Вы знаете, вот сегодняшний генсек НАТО, господин Расмус, он когда-то был премьер-министром Дании. На одной из встреч, когда он еще был премьер-министром Дании, он меня попросил об этой встрече. Она не была запланирована. Я согласился. Мы встретились, поговорили. Он, оказывается, взял с собой диктофон, тайно записал наш разговор, а потом опубликовал в прессе. Я не мог поверить своим ушам и глазам. Чушь какая-то, понимаете. Он объяснил это так, что записал этот разговор для истории. Ну, если записывать для истории, я польщен, конечно, но надо было бы хотя бы предупредить. Или хотя бы спросить разрешение опубликовать эти переговоры. Ну, какое доверие может возникнуть после таких вот инцидентов? До Сноудена во всех смыслах далеко. Дело было в 2002-м. В записанном разговоре никаких государственных тайн. Скорее, светская беседа из кулуаров. Но сам факт, который в пресс-службе НАТО тут же попытались опровергнуть. И каким тоном. Эти обвинения полный бред. Во время своего пребывания в должности, премьер-министр Дании, господин Фок Расмусом, не носил с собой диктофона для записи встреч с господином Путиным или с кем-либо еще. У Брюсселя был шанс избежать конфуза. Но пресс-секретарь организации Уанна Лунгеску продолжила уже на излюбленную тему последних месяцев. Россия выдвигает необоснованные обвинения в адрес НАТО, чтобы отвлечь общественность от своих неправомерных действий на Украине. Больше в НАТО ничего заявить не успели. К их же, наверное, счастью. На ситуацию отреагировали СМИ Датского королевства. Журналист Кристоф Гульбрандсен открыто признался, микрофон действительно был, частный разговор действительно был записан. Слова из Брюсселя про чушь и полный бред неловко повисли в европейском воздухе. Дело в том, что я прикрепил микрофон к костюму Андреса Фога Расмусона до встречи с прессой в Брюсселе. Таким образом, когда завершилась встреча с прессой, Расмусон все еще был с микрофоном, в том числе во время приватной беседы с Владимиром Путиным. Она была записана и в последующем использована в фильме. Знал ли Расмусон на тот момент, что слова записаны, специально оставил микрофон включенным или просто забыл снять? Но вот кадры из упомянутого фильма. Репортеры точно так же подслушивают беседу с тогдашним президентом Франции, Жаком Шираком. В курсе лишь Рак, что говорил при свидетелях, не ясно, но на этот раз Расмусон точно должен был знать. И теперь другой вопрос, стоит ли доверять остальным заявлениям НАТО, или это принципы современной европейской политики. Неудобную правду всегда можно скрыть за громким голосом и убедительным тоном.